Ну что, мы поговорили о смыслах. Сейчас можно начать говорить о технологиях. Мы обещали, что мы сегодня будем говорить о смыслах, о стратегиях, о технологиях для того, чтобы мы с вами имели и возможность поразмыслить о ситуации и о будущем, и для того, чтобы мы получили конкретные практические инструменты. И вот вы видите уже, да, как готовится следующий участник нашего марафона. Буквально она разминается и делает зарядку для того, чтобы сейчас приступить к следующей теме, которая заявлена. И эта тема касается упаковки. И мы с вами сейчас будем говорить о том, как упаковаться по полной. Упаковка на 360, да. Как упаковаться по полной, как сделать так, чтобы ресурсный центр был максимально упакован с точки зрения позиционирования и продвижения. Виктория, пожалуйста, уже можно включать микрофон. Я понимаю, что это прям нетерпение и готовность вступить в дискуссию. Я еще раз напоминаю, что у участников есть возможность задавать вопросы в чате. Модераторы эти вопросы отслеживают и в конце выступления мы будем озвучивать их выступающим. Пожалуйста, пишите в чате, если у вас есть вопросы. Виктория, включайте микрофон и ваше время пошло. Спасибо. Привет, доброе утро. Марин, ты меня, пожалуйста, не покидай, потому что я выключила все. Я оставила только свою презентацию. Ты мне там каким-нибудь знаком покажи, что на ютубе все нормально. Я буду вот так. Да, давай, вот так вот запустилась. Всем доброе утро. Я, когда сегодня проснулась, ненавидела всех, кто придумал этот марафон. Я думаю, не одна ты. Я сказала Марине с утра, написала ей, что если вдруг мое выступление будут смотреть только Марина Михайлова, Лена Темичева, Маша Кострива и Ирина Шауфлер, это наш главный организатор и люди, которые выступают со мной в одном блоке. Так вот, я сказала Марине, что если мое выступление будет смотреть меньше пяти человек, то я больше никогда не полечу никуда дальше Екатеринбурга. И вот мое удивление, когда я захожу с утра, у нас сто человек смотрят нас в эфире и просто это, не знаю, слова благодарности и комплименты каждому из вас, кто сейчас с нами здесь. Спасибо, что несмотря на все то, что происходит, и несмотря на весь поток информации, вы все-таки умеете фильтровать, отделять зерна от плею. Ой, ужас какой, что я говорю. Надеюсь, потом мы это вырежем. Не надейся. Из прямой трансляции. В общем, хорошие мои, спасибо, что вы здесь. Перед тем, как я начну, я скажу несколько важных вещей. Первая важная вещь, в чате задавайте вопросы, в конце выступления постараюсь найти время на них ответить, это раз. Два. Значит, был прекрасный вопрос, будет ли запись. Значит, смотрите, записи некоторых спикеров будут. Почему некоторых? Потому что есть спикеры, которые возражают против того, чтобы их записи мы выложили в широкий доступ, и поэтому я прекрасно понимаю, что вряд ли вы все 13 часов продержитесь, но просто имейте в виду, что не все у нас записи будут в свободном доступе, но их будет большинство. И что нужно сделать, чтобы их не пропустить? Конечно же, если вы по какой-то причине еще этого не сделали, подписаться на YouTube-канал Гаранта. Вот у вас есть красная замечательная кнопка под этой трансляцией, она так и называется, подписаться. Если вы это сделаете, во-первых, вы будете следить за всем тем, что делает Гарант, во-вторых, обязательно вас YouTube уведомит о том, что поступили уже, загрузились на канал наши новые записи. С супер онлайн-марафона «Сила вместе». А у меня сегодня выступление на тему «Ресурсный центр на 360» или «Как упаковаться по полной». Ну и тема, конечно, как я люблю говорить, расстрельная. Почему? Потому что 4 спикера отказались разговаривать на эту тему, и я должна была выступать, и я буду выступать в третьем блоке. Моя тема сегодня еще есть вторая – аудит внутренних процессов и как изучить, как понять свою цепочку ценностей. Но все-таки пришлось мне встать и в этот влог, потому что по какой-то причине тема упаковки, она так или иначе всех пугает. Но, на мой взгляд, ничего проще этой темы не существует. И то, о чем мы с вами будем говорить, действительно важно, вне зависимости от того, какой деятельностью вы занимаетесь и какая деятельность приоритетна для вас сейчас. То есть это выступление, оно максимально полезно, на мой взгляд, любой организации в любом ракурсе. Ну, давайте начнем с того, что такое вообще 360, почему тема про 360. Мы с вами говорим про то, что 360 – это многочисленные и разнообразные ситуации, это многочисленные и разнообразные места и интерфейсы соприкосновения клиента с вашим ресурсным центром. Еще раз, это огромное пространство вариантов, где ваш клиент, действующий или потенциальный, соприкасается с вашим ресурсным центром. Мы с вами уже знаем такой термин и так или иначе слышали его и привыкли его произносить. Это термин точеконтакта. То есть по-другому 360 градусов или упаковка на 360 – это понимание всех ваших возможных точек контакта, всех ваших возможных ситуаций, мест и интерфейсов, где вас встречает ваш существующий или потенциальный клиент. Что такое точка контакта и почему важно ее понимать и почему важно ее прорабатывать? Чуть позже я расскажу, что такое прорабатывать. Я вам покажу свою таблицу, по которой работаю я. Если вам будет интересно, я обязательно с вами поделюсь таблицей принятия решения и приоритизацией точек контакта, с которой нужно начинать, как нужно двигаться. Но перед этим, что такое точка контакта и почему она для вас важна? Она важна для нас ровно потому, что, первое, клиент, когда соприкасается с вами в определенной точке, он принимает решение. Если это потенциальный клиент, который еще с вами не взаимодействовал, в этот момент он принимает решение, начинать с вами работать или не начинать с вами работать. И второе, если клиент уже с вами взаимодействовал, уже получал от вас какие-то услуги, уже приходил к вам на мероприятие, уже у вас консультировался, уже так или иначе соприкасался с вашим ресурсным центром или с вашей организацией, в каждой точке контакта, в каждой точке пересечения клиент принимает решение продолжать сотрудничать с вами или переключиться на другую организацию. Ну, почему здесь категорично, да, либо продолжать работать с вами, либо переключиться на другую организацию? Потому что мы с вами понимаем, что в любом случае, если есть клиент у вас и каким-то образом с ним произошло соприкосновение, у него потребность не закрыта. То есть он не принимает решение продолжать с вами или вообще уйти и не получить эту там юридическую консультацию или эти дополнительные знания. Нет. Он, глядя на вас, глядя на эту точку, глядя на это пересечение, понимает, он остается с вами или он идет в другое место искать ответы на свои вопросы. Именно поэтому нам с вами нельзя безалаберно и безответственно относиться к тому, как мы выглядим, как мы звучим, как мы проявляем себя во внешнем пространстве и даже во внутреннем пространстве. Значит, смотрите, есть два подхода в работе с упаковкой, два подхода в работе с элементами упаковки. Я вам сейчас объясню эти два подхода и какое вы примете решение, в каком работать подходе. Здесь ни я, ни кто другой уже повлиять не сможет. Это будет исключительно ваш выбор, который основан на каких-то определенных факторах. Ну и, естественно, на вашем личном опыте. И я, конечно, расскажу, какой подход ближе мне, но я думаю, что вы, глядя на слайд, уже поняли, какой подход мне так или иначе ближе. Значит, смотрите, подход номер один. Подход номер один – это сейчас касается не только элементов упаковки. Эти два подхода можно транслировать, в принципе, на любой вид вашей деятельности. Подход номер один заключается в том, что вы выбираете какой-то один элемент, какую-то одну точку, определяете для себя, что она для вас ключевая или главная, и отрабатываете ее на 100%. Вот просто забывайте про все другие возможные элементы упаковки, про все другие возможные места и ситуации, в которых вы можете встретиться со своим клиентом. Вот вы сконцентрировались на одной точке, например, это сайт, вот такая укрупненная точка, в которой есть еще огромное пространство под точек, об этом чуть позже. Но, допустим, вы говорите, мне не нужны другие элементы упаковки, потому что у меня есть очень крутой сайт. Я в создание этого сайта вложил, не знаю, 2 миллиона рублей, там неважно, 300 тысяч рублей, 400 тысяч рублей, берите любую сумму, которая вам кажется, ну, супер большой для вашей организации. И, в принципе, я считаю, что у меня самый крутой сайт среди всех ресурсных центров Уральского федерального округа. Например, это может быть вашим подходом. И я регулярно отслеживаю то, что делают другие ресурсные центры. Я регулярно отслеживаю, какие у них появляются рубрики, как у них выглядят платежные страницы, как у них выглядят кнопки, какие у них на сайте шрифты, какие у них на сайте цвета. И я все время улучшаю, чтобы быть круче, чем все. И это мой подход, выбирать что-то одно и делать это просто на 100%. Так что, ну, блин, вряд ли кто-то еще такой же повторит. Окей, этот подход имеет место быть. Здесь нет понятия, что какой-то подход плохой, а какой-то подход хороший. Мы с вами действуем, исходя из того, что у всех все ок, и любой ваш выбор, он правильный, потому что он ваш. Или в подходе номер один тоже часто я встречаю, когда люди концентрируются на какой-то одной точке, например, Инстаграм. Люди вкладывают свои усилия и ресурсы в Инстаграм. У них уже, в принципе, для небольшой региональной организации, но достаточно приличное количество подписчиков. Не знаю, там, например, 25 тысяч подписчиков в Инстаграме. Это на самом деле больше, чем у многих даже федеральных организаций, федеральных ресурсных центров. Но другие точки пересечения, другие места и другие ситуации, в которых потенциальный клиент может столкнуться, они не проработаны. Окей, потому что все усилия, а мы с вами понимаем, что у нас есть ограниченное количество ресурсов, и финансовых ресурсов, и трудовых ресурсов, и интеллектуальных ресурсов. И мы с вами понимаем, что, безусловно, нужно выбирать что-то, концентрироваться на этом элементе упаковки и его прорабатывать. Об этом мы тоже поговорим чуть позже. Я, как обещала, покажу таблицу, по которой я работаю по приоритизации, в том числе элементов упаковки своих. И понимая, что у нас есть ограниченное количество ресурсов, исходя из этого, мы выстраиваем определенную карту, определенный план, как, когда работать с той или иной точкой, с тем или иным элементом упаковки. Итак, подход номер два, который, как вы уже поняли, ну или кто меня видит не первый раз в жизни и слышит не первый раз в жизни, те знают, что я, конечно, за подход номер два, когда мы берем 100 вещей, или, ну, в данном, да, контексте это 100 элементов упаковки, и каждый из этих элементов прорабатываем на 1%. Еще раз, здесь нет понятия, плохой подход или хороший, здесь есть просто, здесь есть просто вот ваш личный выбор. Вы скажете, окей, Вика, ну, все как бы супер понятно, все супер просто, но где вообще взять 100 элементов упаковки? Ну, их не существует, ну, то есть существует там, не знаю, 10-15 элементов, ну, 20, ну, точно не 100. Ну, первое, первое, где их можно взять, их можно взять как минимум с ближайших трех слайдов, которые я сейчас буду показывать. Я просто села, взяла три ресурсных центра, я взяла центр, естественно, гарант, как организатор этого мероприятия, я взяла Сибирский центр поддержки инициатив, я взяла центр независимых исследований грани, и просто изучив некое онлайн пространство, где они находятся, и вспомнив мое посещение в оффлайне, например, Архангельского центра гарант, я составила некое пространство элементов упаковки, и, в принципе, я сделала, ну, наверное, это минут за 10, и за 10 минут я нашла вот как раз эти, ну, ладно, соглашусь, не 100 элементов, не буду врать, 82 я нашла элемента. На самом деле их можно было найти 200, если детализировать каждую точку на пространство по точке, об этом скажу чуть позже. Ну, давайте пройдемся по тому, что может быть этим элементом упаковки, я, конечно, не буду зачитывать все, что есть на слайдах, вы можете что-то для себя там фотографировать, потому что, да, записи будут, презентации у нас, скорее всего, на этом марафоне не будет, поэтому можете себе что-то фиксировать либо в фотку, если вы смотрите на телефоне нас, ну, либо непосредственно в скрин, если вы смотрите нас с компа, либо старым дедовским способом берете телефон и фоткаете экран, такое тоже еще до сих пор допускается в 21 веке. Так вот, смотрите, значит, я обещала раскрыть тему точек и подточек. Вот я беру некую укрупненную точку, ну, например, телефон. Телефон вашей организации – это, безусловно, некий элемент упаковки. Он состоит из огромного пространства вариантов, из огромного пространства дополнительных подточек. Вот только четыре подточки, которые я выписала. Первая подточка – номер. Как выглядит ваш номер телефона? Это, знаете, у меня вчера был Zoom с моим ментором-продуктологом, сегодня тоже чуть позже про него расскажу. И я ему говорю, когда у нас будет, Сереж, следующая встреча, ты мне скинешь ссылку на Zoom, он говорит, ты можешь постоянно переходить по одной и той же ссылке, эта ссылка за нами закреплена. Я говорю, классно, ты такой молодец, как ты это сделал, как это вообще возможно создать в Zoom? Он говорит, но это еще не все. Ты обратила внимание на то, какой красивый номер я придумал для этой ссылки, для наших встреч. И там, знаете, какой-то там 999-555-777. Значит, он рассказывает мне предысторию, что это там год рождения чего-то или кого-то. И я ему говорю, Сереж, если честно, я вот на что-на что, а на номер комнаты в Zoom я вот точно не обращаю внимания, потому что приходит ссылка, ты по ней переходишь. Ну, я не знаю, это я не обращаю внимания. Но для кого-то, для людей, которые на это обращают внимание, вот вы тоже, да, можете сказать, ну, кто сейчас смотрит на номер телефона? Никому сейчас не интересно, что мой номер телефона 8-900-22-22-22-22-22. Может быть. Ну, то есть не вы должны строить гипотезы, интересен кому-то ваш номер телефона или неинтересен кому-то ваш номер телефона. Для начала вы должны вообще понять все пространство, точек пересечения с вашими клиентами, а потом, если вы уже захотите более глубоко погрузиться в эту тему, вдруг у вас сегодня нахлынет вдохновение после нашей встречи, и вы скажете, блин, точно давно не занимался своими элементами упаковки, надо все-таки пересмотреть и посмотреть, что у меня есть, чего у меня нет и на что сейчас делать упор. И, конечно, если вы будете погружаться глубже, нужно изучать и мнение клиентов, нужно изучать и мнение ваших сотрудников, нужно смотреть на то, как делают другие центры или другие конкуренты, и на основании этого понимать, какую вашу точку будете дорабатывать, перерабатывать и так далее. Но сразу рубить на корню из серии номер телефона сегодня никому не интересен, вот это сразу преступление, нам с вами делать такого нельзя. Окей, значит, по номеру телефона, да, я вам уже сказала, берем одну укрупненную точку контакта и по ней расписываем пространство под точек. Например, я взяла укрупненную точку контакта сайт, мы с вами понимаем, что под точек там намного больше, чем я вынесла на слайде. Помимо того, там, какое у вас доменное имя, какой у вас фавикон или вот эта иконка, которая стоит рядом с доменным именем в строке браузера, какие у вас цвета на сайте, где у вас расположена какая кнопка, как у него выглядит мобильная версия, какие там шрифты, понятная ли там форма записи, можно ли быстро найти там ваш номер телефона, есть ли там всплывающее окно, которое пытается вступить с вами в коммуникацию, но про коммуникацию сегодня будет много рассказывать Саша Маслова, это второй блог, это, по-моему, в районе там 11.30 или 12. Я видел ее презентацию, и я супер вам рекомендую просто досидеть до этого момента и послушать его выступление, потому что у него будет очень много технических решений по тому, как выстраивать коммуникацию с клиентами у ваших ресурсных центров, как ловить их контакты, как не пропускать, где их вести, какие делать отбивки и так далее. Я сейчас в эту тему погружаться не буду. Саша, если ты меня слышишь, привет тебе большой, обязательно приду на твое выступление. Дальше. Берем мы с вами там точку контакта, электронная почта. В ней тоже есть огромное пространство по точке. Какая у вас там подпись, есть ли у вас там фотка, как в принципе сама электронная почта ваша называется. Мне кажется, уже все об этом сказали, что не должна быть ваша рабочая почта котики67-собакамейл.ру. Но, блин, если сегодня посмотреть на людей, которые зарегистрировались на марафон, это 500 человек, которые регистрировались. Я уж не знаю, с каких почт, рабочих или личных. Если личных, то ладно. Но если вы регистрировались с рабочих почт, то там такое пространство для примеров вот в этом подпункте, что, слушайте, ну, я вот даже по тому, как называется ваша почта, могу... Вот у меня вчера случай был, мне написали... Написала, значит, одна организация на тему сотрудничества. Но, понимаете, я смотрю на их письмо, просто обычное, входящее письмо на электронную почту. Я по этому письму понимаю, что я не хочу с ними работать. Ну, вот просто по тому, как оно оформлено, по тому, какой там слог, какие я там читаю интонации, какой, не знаю, мелкий-немелкий для меня шрифт, ну, условно говоря. И, по сути, их первый заход в сотрудничество со мной, он такой уже был как бы смазанный. Окей, давайте дальше. Да, я надеюсь, все успели тут что-то для себя там отметить, сфоткать и так далее. Следующий слайд, да, как я вам обещала, пространство, там, следующее пространство точек или следующее пространство элементов упаковки, которое может быть вашей организацией. Казалось бы, да, ну, при чем здесь сотрудники? Нет, сотрудники – это тоже некая точка соприкосновения ваших потенциальных клиентов с тем, что вы делаете. Как они выглядят? Есть ли у них какие-то, что я имею в виду, да, под униформой? Какие-то, я не знаю, там, рубашки, футболки, куртки, костюмы или еще что-то забрендированное с вашей организацией или не забрендировано. Это, значит, какие-то бейджи, как к ним обращаться, как они себя… И так далее. То есть, еще раз, большое количество вариантов, которых здесь нет, но они на самом деле есть и которые, я надеюсь, вы для себя фиксируете, пока меня слушаете, вы себе какие-то точки контакта уже ваши ключевые или не ключевые так или иначе записываете. Да, я вернусь на предыдущий слайд, потому что вот прокомментирую даже историю про офис, почему-то я пропустила, но я хочу ее прокомментировать, несмотря на то, что мы с вами сейчас находимся там, где мы находимся и смотрим, сейчас и слушаем меня онлайн, и задаем вопросы в чате, я, надеюсь, тоже я его не смотрю, но оставлю обязательно 5-10 минут, чтобы с вами пообщаться в конце своего выступления. Так вот, смотрите, ваш офис, понятно ли, как до него добраться? Есть ли какая-то навигация, не знаю, там, на асфальте, в городе, указатели, как вам ехать? Есть ли у вас на здании какая-то вывеска старая, она новая, нужно ли ее обновить? Может быть, вы уже сменили какое-то название, может быть, вы сменили логотип, может быть, вы сменили шрифт, может быть, она просто выцвела. Как вам люди попадают внутрь? Есть ли какой-то звонок на входной группе? Это просто нажмите код домофона и нажмите кнопку, или у вас на входной группе уже тоже висит какой-то ваш логотип, какая-то наклейка, какой-то стикер, который говорит о том, что нажать нужно именно эту кнопку. Может быть, у вас есть, не знаю, лифт, да, в здании, как-то внутри лифта понятно, где вы, на каком этаже, как до вас доехать и так далее. То есть, ваша задача просто мысленно, пока что мысленно, если вы вдруг не на работе, если вы не на работе, то не мысленно прогуляться по всем этим этапам и просто вот сесть и продумать, где какая может быть точка соприкосновения, как она сейчас выглядит, об этом поговорим позже, как сделать вот этот вот аудит. Дальше. Третий слайд, да, тоже можете его себе зафиксировать куда-то, сфоткать или еще что-то. Уже я не детализировала, уже выписала укрупненно, можно каждую из этих точек садиться и расписывать дополнительно. Давайте некоторые, да, прокомментирую просто. Берете элементарно название своей организации, забиваете его сегодня в Гугле или в Яндексе, смотрите, что вам выдает поисковая выдача. Что про вас пишут, как про вас пишут, какие первые вот три страницы, да, в Гугле или в Яндексе, то есть первые 30 статей, что написано про вас. Если про вас написано только, не знаю, там, ссылки на какой-нибудь там СБИС или на какие-то, или там зачетный бизнес.ру, то, ну, это не очень, ну, вы это и так понимаете. И тогда вопрос, что нужно сделать, чтобы было не так, чтобы в первых, ну, хотя бы трех страницах Гугла или Яндекса выдавались какие-то ссылки на вашу деятельность, на вашу интервью, на ваши публикации, на ваши мероприятия и так далее. То есть, ну, то есть что-то вы делаете не так. Важно заниматься поисковой выдачей или не важно. Чуть позже покажу упражнение, чтобы вы для себя определили, что для вас наиболее приоритетно сейчас. Значит, что здесь еще можно прокомментировать? Но если есть какие-то дополнительные вопросы по точкам, тоже пишите в чат, как я сказала, отвечу. Да, теперь смотрите. По каждой точке укрупненно, по которой вы выписали, мы с вами начинаем прорабатывать, что в нее входит. Вот я просто на примере визитной карточки. Мы с вами берем, да, здесь, возможно, не супер лучшая карточка качества вот этой ментальной карты, но не суть, я кое-что прокомментирую. То есть очень просто, вы можете взять, не знаю, любую программу, которая бесплатно позволяет создавать вот эти доски и карты, например, Mindmaster, или, например, можно создавать пространство вот этих вот вариантов карт на доске Miro. Кто сегодня придет на мое выступление по аудиту внутренних процессов, я как раз буду показывать все пространство, как я работаю с процессами от начала и до конца на примере доски Miro. Заодно посмотрите этот инструмент, если вдруг по какой-то причине еще его не видеть, или мне кажется, он вам, может быть, понравится. Так вот, берем одну точку, например, визитная карточка и начинаем прорабатывать. Что это за визитка? Какой у нее размер? Маленький, средний, большой, гигантский? Сколько у нее количества полос? Одна или там несколько? Какой у нее цвет? Мы знаем, что 90% визиток белый, например. Как это вычислить? Берете все пространство визиток, которое у вас на столе, просматриваете. Из кого материалы вы будете делать бумага, картон, пластик и так далее? Какая форма? Прямоугольная, квадратный окружок? Какой дизайн? Какие там будут фишки? Что будет на обороте? Какая должна быть контактная информация? Какая у вас должность? Что-то можно ли сделать необычное или нет? Как вы эту визитку человеку даете? Откуда вы ее достаете? Из визитницы? Из кошелька? Из кармана? Как вы ее передаете? Там в руки даете? На стол кладете? Одной рукой? Ну, то есть, вы скажете, блин, ну, это полный капец. Ну, как бы, еще мы этим не занимались. В принципе, все нормально же было. Зачем нам вообще эти какие-то точки, какие-то элементы упаковки? У нас вот есть визитка, и все, отстань от нас, скажи спасибо вообще, что она есть. Да, окей. Ну, то есть, вы можете, вы можете сказать, окей, все, спасибо за выступление, давай, как бы, иди дальше, занимайся своими делами, но если вот все-таки вас зацепит, ну, некое понимание того, что элементы упаковки это не просто, да, не знаю, вывеска и ваша визитная карточка, все-таки это пространство, которое делится на подпространство, я думаю, что как раз вы здесь сможете по очень многим моментам и отстроиться, о чем говорила Лена передо мной, и в том числе все элементы упаковки, они являются по своей сути носителями как раз того позиционирования, которое вы выбрали, того позиционирования, которое вы сформулировали, потому что оно само по себе нигде в воздухе не витает, оно так или иначе у вас идет красной линией через все эти элементы. Окей, давайте, значит, расскажу коротко про ключевые шаги и перейду непосредственно в пример, который вам обещала в свою таблицу, покажу, как оцениваю я. Значит, первое, что мы делаем, составляем полный список точек, которые есть и точек, которых нет, где найти точек, которых нет, ну как минимум можете взять мои вот эти вот слайды, можете, как я вам уже говорила, открыть какие-то сайты, организации, за которыми вы наблюдаете, которые вам симпатичны, которые вам кажутся крутыми, посмотреть, что у них в поисковой выдаче, где они и так далее. Из этого составить какое-то пространство, точек. Можно сделать вот карты, да, как я показывала на последнем слайде, то есть берете в целом, там, не знаю, точки, начинаете раскидывать онлайн, офис, поисковая выдача, сайт, и уже из этого составлять пространство под точек. Значит, после того, как вы составили весь, 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 весь этот список, вам нужно сейчас для себя определиться, окей, что с этим делать. Список я составил, но чем у нас заканчиваются стандартно, максимально все учебы, мы что-то составили, что-то записали, и мы молодцы, продолжаем жить так же, как жили и получать те же результаты, которые получали. Наша с вами задача перейти вот из вот этого списка в максимально практическую плоскость и начать действовать, и для этого мы с вами должны расставить приоритеты, с какими точками мы начнем работать. Но для того, чтобы расставить приоритеты, нам нужно с вами выбрать факторы для оценки. Давайте я перейду как раз к своей обещанной вам таблице, потом вернусь обязательно на свою презентацию и завершу свое выступление. Значит, смотрите, мне вот то, чем мне помогает как раз Сергей, про которого я сегодня говорила, это мой ментор-продуктолог, он продукт-менеджер в Альфа-банке и делает какие-то сумасшедшие крутые продукты, но в том числе он мне раскрыл глаза на приоритизацию чего бы то ни было сегодня про приоритизацию, я буду говорить и во втором своем выступлении, но я вам показываю пример, как это выглядит, например, по точкам контакта. Значит, смотрите, я вот здесь слева выписала те точки контакта, которые считаю сейчас для себя максимально актуальными. Что значит я считаю сейчас для себя максимально актуальными? Скажете, Вика, ну ты же нам сказала, нельзя отбрасывать никакие точки и так далее. Ну, да, нельзя отбрасывать никакие точки, но я очевидно понимаю, что в ближайший год для меня такая точка контакта, как телефон, она не актуальна. Мне кажется, в принципе, сегодня поднять трубку и позвонить по телефону это дурной тон, но это я сейчас про себя, я не про вас. Я понимаю, что у вас центры, в которых есть телефоны, есть там какая-то горячая линия и так далее. То есть я сейчас говорю просто примерно мне, потому что таблица моя, я с ней работаю, я ее заполняю. Значит, я для себя выбрал элементы упаковки, которые для меня важны, и дальше, да, как я вам говорила, для того, чтобы мне сделать приоритизацию, я составляю пространство факторов выбора. Значит, по каким факторам я буду оценивать каждый критерий. Первый фактор это важность. Насколько для меня важно, вот лично для меня, для моей организации важно, чтобы этот элемент упаковки появился. Второй фактор, насколько это, ну, то есть, да, про важность. Пять, это супер важно, мне это необходимо жизненно, один, это, ну, прям, ну, как бы, жила без этого и можно дальше прожить. Дальше, следующий я для себя выбрала фактор легко сделать, ну, то есть, легко сделать, мне кажется, тут все понятно. Пятерка – это супер легко сделать, единица – это вообще непонятно, как это делать. Быстро, следующий фактор. Быстро и легко – это разные вещи, да, как мы с вами понимаем. То есть, может это быть сложно, но быстро, а может быть долго, но легко. Вот, то есть, насколько быстро можно сделать, значит, пять – это супер быстро, один – это, не знаю, год, год нужно, чтобы это создать. Финансовая эффективность, то есть, насколько это приведет меня к каким-то финансовым результатам, этот элемент упаковки, если я им займусь. Пятерка – это типа, да, я понимаю, что он принесет мне деньги, единица, где нет, ну, как бы очевидно, что все элементы упаковки принесут, но, блин, этот меньше всего. Следующий для меня фактор – это репутация, насколько этот элемент влияет на мою репутацию, пять – сильно влияет, один – не сильно влияет. Драйв – это мой личный такой показатель, ну, насколько мне прикольно вот заняться этим элементом, насколько мне это интересно, насколько меня это вдохновляет. И, ну, то есть, пять типа супер вдохновляет, один – непонятная вообще какая-то история. И следующий для меня фактор – это низкие расходы, то есть, количество денег, которые нужно вложить. То есть, когда я ставлю пятерку, это значит, что это супер низкие расходы, а когда я ставлю единицу, это значит, что это дорого. И я начинаю просто вот каждый элемент своей упаковки расставлять оценки. Это реальные оценки, это реально, ну, то есть это взято не с потолка, это реально вот то, как я оценивала свои элементы упаковки. Значит, что происходит дальше? После того, как я оценила, есть здесь еще дополнительная такая вещь, как квест-критерия, о ней расскажу в следующем выступлении, сейчас не буду. Значит, смотрите, после того, как я оценила, я, значит, ну, делаю некую сортировку по количеству набранных баллов. И что я вижу? Я вижу, что у меня проявляются, ну, очевидные лидеры. То есть, смотрите, топ-3 лидерства, это мобильная версия сайта, и очень нужно быстро этот элемент упаковки, да, разрабатывать. Это электронная почта, это чек-листы, инструкции, шпаргалки. Дальше у меня, то есть я выбираю для себя 10, да, самых важных. Ну, например, да, сейчас у нас второй квартал идет. Я вот для себя определяю, что вот все-таки сколько у нас осталось до конца второго квартала? Буквально полтора месяца. Ну, вот, наверное, я вот эти вот вещи, так, возьму, наверное, 10, может быть, лопну, может быть, не лопну, но попробуй вот до 23 баллов то, что набрали. Я вот все-таки себе ставлю, что во втором квартале я эти точки проработаю, да. Что у меня здесь получилось выступление? Чат-боты, отзывы, поисковая выдача, YouTube-канал, описание кейсов, публикации, e-mail, рассыл. Ну, почему это важно? Потому что до того, как я сделала это упражнение, мне почему-то казалось, что мне нужно срочно заниматься Инстаграмом или мне нужно срочно заниматься оформлением курсов или базой знания. И меня как бы рвало во все части, потому что, ну, потому что я понимала вот это пространство. И вот я бросалась в то, что сделать, например, там легко или быстро, но не понимая все пространство вот этих факторов, я как бы делала не то, что надо было делать, к сожалению. Окей, возвращаюсь к презентации и буквально два последних слайда и перехожу к вам в чат. Значит, смотрите, мы выбрали факторы для оценки, осуществили приоритизацию и выбрали 10 ближайших каких-то точек, с которыми будем работать. Дальше. Оцениваем каждую точку. Ну, что значит оцениваем каждую точку? Ну, можно оценить их по принципу моему любимому шкалирования от 1 до 10, где 10 – это, ну, суперкруто проработанная точка, 1 – это как бы вообще самое дно. И вы говорите, окей, так, мобильная версия сайта у меня сейчас, ну, реалистично, ну, как бы на шестерке. Начинаете не только оценивать вы, но и спрашивать своих коллег-сотрудников. Слушай, посмотри, как тебе кажется, вот наша мобильная версия сайта, она вообще как, как бы норм, не норм? Ну, то есть вы должны сдать какую-то одну систему оценивания. Если вы себя оценили от 1 до 10, то и других нужно спрашивать от 1 до 10, а не так, когда я сказала норм, не норм. Можете спрашивать у своих клиентов. Возьмите там 2, 3, 5, 10 лояльных клиентов, спросите, как вам наша мобильная версия сайта от 1 до 10. После этого вы описываете, как это должно выглядеть на 10, ну, то есть что такое элемент упаковки на 10, что это за идеальный вариант, ну, и, соответственно, определять шаги, сроки, бюджет, сколько это стоит, где взять эти деньги и кто это будет делать непосредственно. Фу, я уложилась, хотя, конечно, 45 минут – это супермало. Значит, с кем мы не знакомы, смотрите, меня можно найти на Фейсбуке, у меня нет псевдонимов, я так и называюсь, Виктория Щелкова. Если кто-то хочет получить от меня вот эту таблицу, она не будет выложена в общем доступе, это моя личная таблица. Если вдруг вы, ну, как бы можете сказать, да, что ее получать, я ее сам сделаю. Если вдруг вы не хотите ее сам делать, а хотите посмотреть, как это делаю я и оцениваю, пожалуйста, очень-очень простое упражнение на моем Фейсбуке под последним постом, который вышел вчера вечером, напишите отзыв, как вам эта встреча сегодня, вот прямо сейчас, что вы с собой берете, что уносите, как вы себя чувствуете, это можно делать в течение дня, в любой момент, в перерыв, не в перерыв и так далее. Моя почта, мой телеграм-канал, все, что я хотела вам сказать, и сейчас немного я перейду в чат. Господи. Здесь есть вопрос, как ваши личные точки и точки организации согласуются? А я говорила про точки организации, но про свои личные точки я не говорила. Ну, конечно, там нет стопроцентного пересечения, к сожалению. Это две отдельные работы. То есть надо про себя упаковать и организацию упаковать? Ну да, поскольку мы сегодня говорим все-таки про упаковку организации, я на примере упаковки организации показывала, про упаковку себя это на другие марафоны. Это другой марафон, да. Это другой марафон. Пожалуйста, вопросы, если у вас есть, к Вике. Вторая встреча с Викой будет в 14.45, если я правильно помню. Да, а пока, значит, нет вопросов, если я вижу. Да, я отслеживала. Еще был вопрос по поводу того, что подход 2, это по принципу яйца в разные корзины. Ну, типа того, да, Тань, да, Татьяна. Значит, смотрите, пока я не вижу вопросов, я скажу очень важную вещь. Я не знаю, говорила ты ее, Марина, или нет, но я себе позволю анонсировать «Юмную субботу». Можно я это сделаю? Ну, можно, да. Круто. Значит, смотрите, кто вдруг не в курсе, что вообще за марафон «Сила вместе», почему мы здесь собрались. Все не просто так, мы с вами встретились и в рамках вообще сумасшедшего, крутого проекта фонда «Гарант» и Центра социальных технологий «Гарант». Правильно я хоть вас называю? Правильно, правильно. Упаковка на 360. Да, значит, проект называется, конечно, я не помню как, Марина сейчас скажет. Проект называется «Практики к устойчивому развитию. Повышение потенциала ресурсных центров для НКО». Вот, поскольку мы, я, конечно же, помнила, просто хотела, чтобы автор проекта произнес эту фразу, значит, мы на этом марафоне ровно потому, что, да, есть такой проект «Повышение устойчивости потенциала НКО», и в нем участвует уже ряд организаций, но все-таки Марина по доброте душевной решила расширить некий пул людей, которые могут, вот, находясь на удаленке, для себя получить что-то важное и полезное. И помимо вот этого марафона, также в рамках этого проекта организации «Гарант» будет проходить «Умная суббота». И не только, называется «Умная суббота и не только». «Умная суббота» и не только, но все-таки мы начнем с субботы, с завтрашнего дня, с 11.00 по московскому времени, на протяжении 8 недель, каждую субботу, возможно, и не только, каждую субботу мы встречаемся на 2-3-часовом практическом мастер-классе, на практикуме. У нас будут практикумы, которые сшиты в следующую логику. За эти 8 недель люди, которые будут участвовать в «Умных субботах», они смогут разработать свое онлайн-мероприятие обучающее или фандрайзинговое, ну и, собственно говоря, продвинуть его. И все «Умные субботы» будут посвящены тому, как это мероприятие создать, какие есть фишки, инструменты, приколы для работы в онлайне, как создать сайт своего мероприятия, значит, как все это задизайнерить. И самое главное, что это все можно сделать, не имея ресурсов. Почему мы говорим, что это практикум? Потому что как раз за 2-3 часа спикеры вместе с вами руками будут делать то, что я сейчас сказала. И я вас хочу пригласить на первую «Умную субботу». Спасибо, что мне доверили открыть этот поток из 8 увлекательных практикумов. Завтра с 11 до 13 по Москве у меня будет практикум «Инструменты и программы для проведения онлайн-мероприятий». Я буду рассказывать про все то, что, возможно, вы знаете, возможно, еще не знаете. Это Кахут, Квизис, как раз Мира, Ментиметр, Подлет и прочие ругательные слова. В общем, как это все задействовать, чтобы вовлекать вашу аудиторию, которая находится в онлайне. Где зарегистрироваться? Сейчас я расскажу, скину ссылку в чат, или, возможно, Марину уже. Чуть-чуть, да, чуть-чуть попозже сейчас мы скинем.